...вот временных поездов. И приложение, мы создали логотип, который совместил в себе название проекта, элементы дорожного знака, принципием дорожек. В Москве белокаркад это сезонный услуг, поэтому выбор цветового решения очевиден. На основу взяты традиционные видные цвета, желтые и зеленые. В 2016 году количество велостанций увеличилось благодаря популярности велосипедного транспорта. Несмотря на то, что существует мнение о том, что велосипед как средство транспорта не будет актуальным в Москве с автоматическими условиями, Помимо очевидной мобильности, что и в русских ромах, велотранспорта есть малоизвестные, но не менее важные преимущества, которые освещены серией плакатов. В 2015 году команда разработчиков существующего мобильного приложения «Глобайк» реализовала функцию отображения состояния борьбы в режиме реального времени. Эта возможность повысила популярность приложения. На некорректные работы программной части, а также недостатки его графической реализации сказались на рейтинге приложения. Рейтинг 2 из 5, это достаточно низкий показатель. Мое решение дизайна мобильного приложения «Глобайк» было выполнено с четких достатков предыдущих приложений. Приложение решено в фирменных лицах всегда. Поля ввода данных приведены к единому формату. Бетмаркер, обозначающий количество парковочных мест, и велосипеды заполняются в зависимости от состояния парковки. Если парковка полная, то маркер также заполнен. Если пустая, то маркер пустой. Если парковка временно не работает, то маркер становится красным с перечеркивающей диагональной линией, поддерживая аналоги с дорожными знамками. В приложении созданы единые шаблоны для текстовых разделов, новостной ленты, типовой текстовой новости с заголовками, типовой новости именно работающей станции. Разработан удобный группулятор подсчета денежных средств в соответствии с отрячьим временем. В нижней части экрана располагается информация о тарифах. Фиктограммы, созданные для приложения, выдержанные в видеонаграническом стиле, используются для создания инфографики. Фиктограммы имеют простую и интуитивно понятную форму, так как при создании мобильного приложения большую роль играет количество, занимаемого элементами на экране. Фиктограммы, созданные для сувенирной продукции, был выбран сигнальный светлоотражающий дорожный жилет. Несмотря на свое функциональное достоинство, из-за технологических особенностей, географические решения брендирования не велики. Брендированный велосипед является нестандартным рекламным носителем из-за его мобильности. Второе решение велосипеда выполнено в соответствии с логотипом, а именно сущность повторяет знак велосипеда в логотипе. При выполнении дипломной работы ставились в цене по созданию дизайна мобильного приложения и альтернативного имиджа общественной программы «Велопрокат». Задачи поставлены перед началом работы над проектом, которые были созданы единым вспоминающимся графическим образцом. Спасибо. Спасибо. Переходим к вопросу. Я так понимаю, что была такая чуть-чуть ирония о том, что реклета – это сама даже дама-мачучка, но такая средняя женщина. Ну, это, чтобы показать, что велосипед может сесть только от практически любого человека. Олимпокат. «Изаскер». Состав проекта решен грамотно. Сделать основной константный логотип, оригинальное с жестовым начертанием, соответствовать современным консенсиям, а также хорошо выделять ее в проекте из обилующих пиктограммами. Слезанный знак мог уфитеряться среди большого количества изобразительных символов. Геометрический гротеск выбран в качестве базового шриста от долога соприменен моден и хорошо заметен в городской среде. Хотелось бы отметить грамотный подход к созданию рекламы. Основной посыл построен на использовании фактов, что вызывает у потребителя больше доверия к продукту. Особенно стоит выделить работу над самим приложением. Устранены недостатки предшествующего решения, решены проблемы со структурой приложения и унификацией его элементов. Разработана система маркеров функций указания дополняемости станции. Разработан комплекс удобных фиктограмм принципа инфографики. На этом узнаваемая оригинальная цветовая идентификация. Вследствие редизайна приложение стало удобным и статичным узнаваемым, заметно выделяясь доходы конкурентов. Спасибо. Спасибо. Андрей был одним из самых исполнительных студентов на протяжении всего обучения. И вот не просто исполнитель, он еще и был жаждущим получить знания и все время требовать. Потом все время хотел во всем разобраться. Это вызывает всегда уважение и, скажем так, желание помочь двигать к человеку. И я могу сказать, что за время обучения Андрей очень сильно вырос. Очень сильно. Он вырос и профессионально, и у человека, у личности. Сложился уже совсем, я так понимаю, выйдет совсем другим человеком. Диплом, на удивление, непростой, сложный, очень грамотный и, что особо хотел бы отметить, реальный. Вот когда делаются дипломы, которые реально можно запускать в работу, это, на мой взгляд, просто успех. Когда это не просто студенческая работа, а уже работа в расположившемся дизайнера. Причем, когда это не столько эффектное решение, сколько грамотная, продуманная технология и функциональный дизайн. Поэтому я считаю, что Андрей просто молодец. И всего самого хорошего и удачи по жизни. Спасибо.